есть еще одна особенность очень важная если так сказать грибы идут на сушку то желательно их подсушивать прямо на блоке вот в таком виде они очень быстро потом подсыхают если же собрать к таком бутон то это будет тяжело сушкой но так вот допустим те грибы которые не все обрезались их специально с блоком подсушил блок внизу влажный и здесь увлажнение в принципе можно восстановить его а вот грибной блок который обрезался эти початки грибов которые не все все таки остаются некоторые но тут приблизительно все так выглядит вот такие вот грибы подсохшие на блоке берем и как бы срезаем их на сушку другого как бы высады нет шухие грибы тоже крадутся можно сказать что когда если их выращивать для себя то один из способов это подсушить блок грибы на блоке потом этот блок в принципе легко восстанавливает влагу тем более что снизу есть влажный все равно стоит и как бы не стали легко восстанавливать этот блок еще мягкий довольно трудно работать или будут будут иметь вот такой вот вид вот уже обработанный дальше его поставить на здесь уже зачатки грибы срезаны он заживут все эти раны его все это пойдет в ход грибницей блок еще сохранил его до ожидания плагоношенных там потеет микроклимат положено грибы те которые пойдут мелкие которые мы выбираем пойдут на консервацию то есть дело до 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 хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями своими по поводу сушки грибов вот они вы видите в данном случае все грибы перевернуты вниз здесь такая особенность если гриб перевернут споры попадают при сушке могут начинать прорасти сушка не интенсивная и таким образом они начинаются вторичными целей происходит проращивание грибов и просто грибы начинают разлагаться то есть начинаются процессы неблагоприятные поэтому нужно грибы переворачивать вот видно как я специально положил на темной плоскость более темно видно как споры отпечаток спор со шляпки эти же споры конечно бы если мы перевернем они останутся в шляпке и она влажная ткань гриба не может потерять быстро влагу при обычной сушке поэтому эти споры просто прорастут в шляпку начинается разложение мы с этим все понятно еще одна особенность вот грибы которые были влажны то есть ну скажем так я их вложил на сушку они были под пленкой такие увлажненные вот что происходит поверхность грибов очень активная включается как бы энзимы и ферменты и идет разрушение грибу просто естественным образом даже солнечная погода не позволяет ну да если конечно был там поток воздуха то возможно ну да ну все равно лучше когда у нас грибы растут еще на на блоках все таки лучше заранее узнать что куда будет эти грибы если они будут идти на сушку то конечно лучше их посушить на блоке и уже в каком-то немножко когда они уже начинают подсыхать они очень легко сушатся шитаки вот допустим имеют очень активную биологическую поверхность ну какими целей очень мощные ферменты и если сушка не происходит вовремя сразу происходят такие вот явления но это вот еще не не потерян продукт можно его вот эти это все можно пустить на сейчас взять и скажем отварить соус грибной соус то есть там еще все все на все хорошо гораздо хуже когда происходит вот вторичные мицелий растет этот вот связано с прорастанием спорта ну этот еще высохнет конечно можно предварительно грибы пустить под термическую обработку чтобы не быстро потеряли влагу но все-таки естественно сохранить структуру гриба все-таки лучше это подсушивать их на самом бревном блоке тем более что шиитаки он хорошо сушится в принципе и можно в дальнейшем блок восстановить его влагу просто замочив то есть никаких потеря влаги в блоке в дальнейшем не повлияет на урожай на золота мы сохраним грибы в нормальном виде термическая сушка ну то есть технологический это строгий технологический процесс нужно сортировка грибов но все равно какая-то подготовка нужно если грибы мы как бы готовим к сушке или себе я думаю такое время придет каждый человек сможет себе проращивать грибы также такие в том числе и так и как любой естественный продукт который мы там выращиваем дачный продукт скажем так грибы очень удобно и в этом деле очень высокая отдача у них ну еще лучше я применяю для сушки ткань такая ткань она дышит агроволокна то есть они не прилипают если на жилье же это будет жили железо и это перегрев на солнце не просто печатаются на солнце не потекут и произойдет не очень хорошие скажем так он просто прилипнет и мы потеряемся то есть не нужно допускать вот до таких моментов когда вот он темнеет этот еще может высохнуть лучше упустить уже на соус на переработку все-таки на подсушив естественным образом на блоке мы достигнем нужного результата очень важны эти все нюансы и моменты потому что от этого зависит в принципе наш судьба нашего урожая ведь сушеный гриб очень его с него можно сделать и порошок и целым легко восстанавливается даже если их подвергать заморозки шелковые и так далее такую он или обычный то все равно предварительно нужно подвяли